Дорогие друзья, приветствую вас на канале OpenDive И в данном видео мы расскажем о буксировщике Yamaha модель 350 О его особенностях и конструкции Данный буксировщик прекрасно подойдет как начинающим, так и опытным дайверам Может подойти снорклером, который любит технику с достаточно большим ресурсом Коротко о его габаритах Габариты достаточно компактные Это 610 на 319 на 300 мм Вес 8,6 кг Мощность батареи при 22,2 вольтах 8 Ач выдает Время полной работы при полном заряде 75 минут Скорость 6 км в час на максимальной скорости Да, эта модель имеет целых 3 скорости, что очень комфортно Можно как передвигаться на небольшой скорости, так и быстрое перемещение между какими-то объектами Также зарядка достаточно быстрая, 4 часа при такой емкой батарее Давайте поближе его рассмотрим Конструкцию и некоторые нюансы Во-первых, начнем с комплектации Так это очень важно В комплекте у него идут два запасных крыла Которые устанавливаются по кожуху защиты винта на посадочные места Для обеспечения лучших гидродинамических свойств При необходимости вы можете расположить по бокам Сверху, либо снизу Спереди расположен дополнительный гидродинамический элемент Для удобства маневрирования Идут в комплекте 4 балластных груза Они устанавливаются снизу на ручку И вы их калибруете в зависимости от солености воды И необходимости достижения плавучести Также идет, разумеется, зарядное устройство Со штекером И, естественно, специальный модуль для GoPro И насос для разгерметизации отсека батареи Давайте поближе рассмотрим его конструкцию Во-первых, данный буксировщик подразумевает использование его двумя руками То есть нам необходимо включить Собирается индикатор, который также показывает заряд батареи Активируем цепь одной кнопкой И включаем первую скорость Для того, чтобы отключить, достаточно убрать одну руку с кнопки Для переключения скоростей необходимо нажать на кнопку нужное количество раз В задней части располагается защитный кожух винта Давайте разберем, как устанавливается сюда грузовая система Как и было сказано ранее, в комплекте идут 4 балластных груза Вы можете их установить в специальные отверстия, расположенные в нижней части ручек Вы их калибруете относительно солености воды Где вы собираетесь погружаться и от поставленных вами задач Также давайте разберем, как снимается передний защитный кожух И как производится зарядка Приступим к демонтажу верхнего защитного кожуха Данные крепежи не имеют в себе каких-либо завинчущих частей Поэтому сломать или повредить как-либо сложно Под защитным кожухом располагается основная защитная герметизирующая крышка батарейного отсека Но для того, чтобы заряжать сам буксировщик Не требуется ее снимать, как на предыдущих моделях А достаточно открутить верхнюю пробку Которая имеет металлическую часть завинчивающуюся, так и приемную металлическую часть Берете зарядное устройство И аккуратненько вставляете штекер в гнездо И происходит зарядка После зарядки отсоединяем штекер Также завинчиваем При необходимости уплотнительное кольцо, которое находится в торце Смазываем чуть-чуть силиконом Затягиваем от руки, никаких ключей не нужно И одеваем верхний кожух Здесь реализована защита от неправильной установки То есть пока вы не поставили на посадочные места Закрыть фиксирующие элементы не будет возможно Буксировщик собран и готов к работе Спасибо за внимание и до скорых встреч!